Итан Шишков Последние разы, которые мы с вами беседовали, мы говорили о праздниках. И сегодня мы хотим продолжить. Но поговорим о том, что на эту тему вы, наверное, не думали, что это библейский праздник. Я говорю о Шаббате. Одна из книг, которая очень сильно повлияла на меня, называется Шаббат, который написал Аврам Йошуа Хешель. Это был Равин и профессор в 20 веке. И он написал несколько книг на библейскую тему, в иудаизме. И в этой книге он говорит о влиянии Шаббата на современного человека. И он изобрел вот это понятие, что Шаббат это островок посреди времени. Но прежде чем мы обратимся к идеям Хешеля, мы должны заглянуть в Танах, что там говорится о Шаббате. И мы знаем, что Шаббат это позвоночник иудейской жизни со времен Моисея. И Бог дает каждую неделю возможность зарядить наши батарейки. И это возможность не раз в году, а раз в 7 дней. И в сущности мы видим в описании всех праздников, он начинает с Шаббата и продолжает Песох, Суккот. И то, что общается между всеми временами, это не делать работу, не работать. И то, что общается между всеми этими праздниками, не делать никакой работы, не работать. И мы уже видели, что каждый праздник, он как-то привязан к какому-то событию в нашей истории. И Шаббат, разумеется, не исключение. Так, что празднуем в Шаббат? Какое событие в истории? Это здорово, потому что, во-первых, Шаббат празднует сотворение мира. И это здорово пронаблюдать, что на эту тему Бог начинает говорить еще до первого человека и так далее. В книге Бытие, в конце первой главы и в начале второй. Бытие, первая глава 31 и вторая глава с первого по третий. Бог оглядел свое творение. Все оно было очень хорошо. Настал вечер, настало утро, шестой день. Так были созданы небо и земля и весь строй творений небесных и земных. В седьмой день Бог завершил работу свою. В седьмой день, окончив свой труд, он пребывал в покое. Бог благословил седьмой день и сделал его священным. Ибо в этот день, окончив труд творения, он пребывал в покое. И посреди всего этого материала, я хочу подчеркнуть несколько вещей. Прежде всего, и увидел Бог, то есть он смотрел, видел, оценил. Он взглянул на что он сделал. И у нас в этом здесь намек. Итак, шаббат, это возможность посидеть и подумать. А что же все-таки произошло? В общем, когда я был в шурхане на шаббат, на начале шаббата. Когда я прихожу к столу для встречи субботы. Как большинство лет еврейской истории, мы так же это делаем. Мы останавливаемся от работы. Мы приходим к вечеру, то есть пятницу вечером во время захода солнца. Потому что в Бытие 1 написано, и был вечер, и было утро, это один день. То есть, сутки начинаются с вечера. Какие хавана и брия של Аллахим, каждый день начинают в вечер, а не в бокер. В понимании Божьем, как он сделал вот этот цикл, сутки начинаются с вечера, а не с утра. И это требует немножко изменения в точке зрения. Но Бог говорит нам, что сутки начинаются вечером. Как будто он хочет дать нам покой с самого начала. Вначале покоя, а потом... А дальше склонность, ну да, я делаю, я работаю, ну и потом уже отдохнём. Но как будто Бог говорит, иди сюда. И получи то, что ты будешь нуждаться, когда мы начнём работать. И мне это очень нравится. Для меня это что-то говорит о Боге, как он относится к нам. Вторая вещь, что Бог говорит, то, что он сделал, оно хорошее, и не просто хорошее, а очень хорошее. Есть длинный список того, что написано, что он сделал. Он сказал, это здорово. Но здесь, в конце шести дней, он говорит, это всё очень хорошо. И в седьмой день он завершил всю свою работу. И даже Бог, который я не думаю, что спит так же, как и мы спим. Он взял себе отдых. Можно себе это представить. Глубокий вдох. Здорово. Вот теперь я хочу насладиться тем, что я сделал. Я надеюсь, что вы уже чувствуете мой акцент. О, одага של Иллюхим. Ударение, подчёркивание, полгода. Мы увидим это глубже в следующий раз, когда будем говорить о Субботе. Потому что Иешуа как-то сказал, что Бог создал Шаббат для человечества, а не человечество для Шаббата. Я принимаю это как подарок. Ещё два пункта в бытии. Два глагола. Первое, Бог благословил седьмой день. То есть, есть особенное благословение. На день, на сутки. На вот эти 24 часа. Ну да, каждый день благословлю. И мы видим это слово, да, Бог благословил. Но есть нечто, а вот об этом специфическом дне. Вот в этой книге говорится, что понятие Шаббата, оно связано с вечностью. Он говорит, время – это вечность в маске, в костюме. Все наши действия мы делаем в каком-то определенном месте. И даже здесь, в этой студии, мы переместили, устроили некоторые вещи перед записью. Но я не могу контролировать время. Поэтому посвятить наше время Господу, это что-то показывает характере, характере его. Я уже получаю насыщение. Я уже предвкушаю наступающий Шаббат. И второй глагол – Бог посвятил этот день. Он сделал его особенным, непохожим на все остальные дни. Итак, есть центральное понятие в Шаббате. Это понятие доверия и веры Бога, Богу. Бог говорит так. Шесть дней работы для вас достаточно. И вы помните, когда Бог посылал Ману Небесную для того, чтобы накормить Израиль. В пятницу он давал двойную норму, чтобы в Шаббат нам не нужно было это еще раз собирать. И вот в чем вопрос. Достаточно ли я верю в Бога, что для меня достаточно работать шесть дней в неделю, а седьмой не работать? Как каждый хороший папа, он говорит, не волнуйся. Я о тебе позабочусь, не беспокойся. И Бог продолжает подчеркивать эту заповедь в течение Торы. В книге Исход, 20 глава, где перечислено 10 заповедей. Он говорит, Написано, Исход 28, 20 глава, 8 стих. Помни, что суббота священный день. И по пасуку 11, 11 стих. Ибо шесть дней Господь творил небо и землю, и море, и все, что их наполняет, а седьмой день пребывал в покое. Поэтому благословил Господь в субботний день и сделал его священным. Пасут, Elohim, умер шув и шув, они натати лохем это Шаббат к браха. Снова и снова Бог повторяет, я отдал вам субботу для того, как благословение. Может, нам очень тяжело принимать благословение. Может быть, мы чувствуем себя недостоин. Но нам также и не положено искупление. Это дар. Нам, мы не достойны святости. Бог дает ее. Праведность. Мы не работаем, чтобы принять и получить Божьи дары. Есть нечто в нашем характере, что Бог хочет изменить. Даже несмотря на то, что это очень тяжело остановиться от всех действий посреди Шаббата. Мы должны вернуться к теме. Но, может, мы закончим небольшим стихом. И, конечно, мы не знаем, что это требует... Тергум, Саш, если вы хотите, чтобы вы получите... Нужно ли это прочитать? Псюки 16-17. Бешемот ламед альф. Шемот тридцать и один. Бесхот тридцать один. Бесхот тридцать один. Ве Псуким шешесвей швайсы. Шестнадцать, семнадцать. В Шамру. Ага. Это... Вы сейчас услышите песню ее поют на Шаббат. Ее перевод такой. Пусть сыны Израилевы соблюдают субботу из рода в род. Это вечный договор. Таков знак, установленный навеки между мной и сынами Израилевы. Ибо за шесть дней Господь создал небо и землю, а седьмой день пребывал в покое и отдыхал. Весхот тридцать один. Субтитры создавал DimaTor. 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 Субтитры создавал DimaTor.